Стихами и прозой поговорим о глубине нашей души. Из тишины, из космоса, извне, мне в душу, Звуки звезды проникают, и, как цветы, неспешно распускаясь, Творят мелодию души моей. Бывает разная она, небесной чистоты и яркой, Ручьем звенит или фонтаном бьет, по-разному душа моя поет. Есть тихая мелодия души, когда, как колыбель зарождаясь, Она растет и бережно ведет в большое чувство нежно превращая. Я звуки вижу, как шары цветные, веселые они вокруг меня, Все ходят хороводом, а иные вдруг обособятся, И тут услышу я мелодию. Поет душа моя. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость. Смерть отнимет у него все. Учитесь любить души, и вы найдете их вновь. Мне нравятся ваши глаза, темные и красивые, как моя душа. Если у человека богатый внутренний мир, Если у него есть душа, то с ним хорошо и интересно, Вне зависимости от того, 30 ему или 90. Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает. Она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Спору нет, вы очень хороши. Это и младенцу очевидно. Но о том, что нет у вас души, не волнуйтесь, этого не видно. Стареет внешность. Яркие черты стирает время властно и жестоко. Тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. Моя душа теряет голову. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Надо знать этот великий секрет жизни. Лечите душу ощущениями. То, что случилось со мной, не болезнь, скорее травма. Как известно, кость легче ломается в месте прежнего перелома. Вот и у меня, по стечению случайностей, хрустнул старый перелом души. Лично я не верю в разговоры о второй половинке. Думаю, это глупо считать, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек. А если твоя вторая половинка живет в Зимбабве? Если он умер молодым, я считаю нелепым и полное единение душ. Человек должен всегда оставаться самим собой. Однако я верю в созвучие душ, в то, что души могут быть зеркальным отражением друг друга. Ей зрелище более величественное, чем море. Это небо. Ей зрелище более величественное, чем небо. Это глупь человеческой души. Что касается душевной пустоты, то чем больше душа пуста, тем лучше она наполняется. Красивым быть не значит им родиться. Ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ним сравниться? Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу. Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце, из которой только вы сами сможете раздуть пламя. Родная душа – это тот, у кого есть ключи от наших замков и к чьим замкам подходят наши ключи. Говорят, чтобы вылечить тело, нужно душу свою исцелить. Ну а если душа заболела? Подскажите, как с нею быть? Ни царапины нет на теле, а душа все сильнее болит. Ни согласия в ней, ни доверия. Как же душу мою лечить? Знаю я, то лекарство зовется теплотою, любовью, добром, но в аптеке не продается, не торгует им гастроном. Я пойду на ромашковом поле, отыщу свой заветный цветок, типа чьей-то. Всевышней волей есть счастливый всегда лепесток. Я катать на цветке не стану, просто буду знать наперед. Я в стаканчик цветок поставлю, что назначено, то придет. Наша встреча не за горами, лишь всего перевал небольшой. Счастье светлое всюду с нами. Нужно просто принять душой, нужно выпустить в небо сомнения, недоверие в лес отпустить на рассвете без сожаления и попробовать дальше жить. Душа должна души коснуться и от касания задрожать, ожить, оттаять, встрепенуться, тиски свои на миг разжать, понять устойчивость к пожару, на ощупь, ширь и глубину, как пальцы, взявшие гитару, с опаской трогают струну. Душа с душой должны сливаться в один аккорд, в единый стон, не прекращая изумляться, что можно просто, в унисон душа должна другую душу понять мгновенно и принять, и научиться молча слушать, или точнее сизать. Тогда восьмое чудо света вскипит разбуженная кровь, являя в дымке предрассветной для вас рожденную любовь. В будущем стихами и прозой будем говорить о наших чувствах, счастья, успехе и о многом-многом другом. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч!